Я думал, что мне взять, сигареты или еду? Я брал еду, но я был голоден. Да, да, да. Посмотрите, какое сумасшествие. Ты даже не думал покупать. Да, знаешь почему? Потому что размышляешь здраво. Да, понимаешь? Но когда у тебя есть ислам, знаешь, ислам дает тебе что? Цель. У тебя есть объективная цель. Это как дорога, вот именно, ты знаешь, куда ты идешь. Понимаешь, бро? Это красота ислама, ты знаешь твою цель. Почему я здесь? Эти вопросы, знаешь, которые большие вопросы. Их не могут ответить ученые или чем-то другим. Ответ на это только дает Создатель всего. Ты понимаешь? Поэтому ислам, ислам помог мне сильно изменить мою жизнь. Я помню, когда я ходил на суд. Извини, брат. Я помню, когда я ходил на суд. Я спрашивал, почему я в тюрьме? Почему я сюда попал? Я хотел выйти, выйти на свободу и делать то, что я делал раньше. Понимаешь? Да. И, бро, я был там на протяжении года. Серьезно? Да, поэтому. Ты думаешь, ты принял бы ислам без тюрьмы? Не, я не принял ислам. А, извиняюсь, извиняюсь. Не-не-не, не проблема. Я родился и вырос как мусульманин. Но я не был практикующий. А, хорошо. Я не практиковал ислам и иногда не молился. Понимаешь? Иногда молился, иногда нет. Но до того, пока я попал бы в тюрьму. Да. Я вообще перестал молиться. Понимаешь? Я был занят в Центральном Лондоне. В прямом смысле. Я выходил ночью. Возвращался домой в пять часов утра и ложился спать. Серьезно? Весь день. О. А, деде, мне нужно было пойти навстречу. Я должен был пойти к советнику. И они сказали им, не походи. Но я не мог прийти ночью, я должен был пойти утром. Да, да, да. И весь день было солнечно. Клянусь Аллахом. Я вышел. И у меня глаза болели. Потому что годы я не спал ночью. Я вернулся и сказал, забудьте. Ты не привык к дню. Да, поверь мне. Так и было. Я ложился спать в пять часов утра и просыпался в восемь часов вечера. И шел в Центральный Лондон, понимаешь? Но есть что-то, что Бог вложил, то есть Бог нам это дал. Мусульманин или не мусульманин. У всех у нас это есть. Естественная склонность. По естеству ты думаешь, то, что ты делаешь, это плохо. Да, ты понимаешь? Это не жизнь. Спать весь день и потом выходить ночью и делать сумасшедшие вещи. И поэтому я всегда себе говорил. И вокруг меня были плохие друзья. Очень плохие. Я принимал наркотики и просил Аллаха, чтобы я остановился. Но всегда, когда я возвращался домой, я помню, что есть один аят из Корана. Там говорится, сравняются ли те, те, которые молятся своему Создателю, своему Богу ночью, и те, которые отвернулись от Бога. Правильно. Я об этом постоянно думал. Я думал, люди, которые ночью молятся, а я, который вырос на ужасном стиле жизни, что я делаю? И я не мог выйти из этой ситуации, потому что мое окружение не помогало мне. Да, конечно. Потом что случилось? Я попал в тюрьму. Да, да, да. Поэтому Аллах говорит в Коране. Может быть, вам ненавистно то, что лучше для вас? Мне это не нравилось. Знаешь, с ума сойти. В прямом смысле я стоял с моим другом. Мы оба делали сумасшедшие вещи. Мы стоим. Мой автобус 94. Я не помню точные детали, но я тебе расскажу, как ислам меняет жизнь человека. Номер 94 на той стороне дороги. Я стою тут, и в буквальном смысле, три шага. Я сказал своему другу, Антони, Антони, вот автобус, я поехал домой. Он сказал, расслабься, расслабься. Слушай, я говорю, я сделал сумасшедшие вещи, мне нужно отдохнуть. Он сказал, я ничего не сделал. И в прямом смысле, через несколько секунд, четыре машины полицейских, ничего себе, двое отсюда и отсюда, заблокировали меня. Я сказал своему другу, они пришли за нами. Он говорит, нет, Антони, они не за нами пришли. Они нас арестовали и сразу забрали. Мой суд был семь месяцев. Потом я был в тюрьме год. Потом я вышел. Но ислам мне помог. Поэтому это не только личный опыт. Даже социально. Да, 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 индивидуально и коллективно. Знаешь, я всегда говорю, ислам пришел сохранить пять вещей. Это очень сильный и мощный настоящий ислам. Он от создателя. Истан пришел сохранить религию. Хорошо. Что это значит? Это значит, что единобожие. Единство Бога должно быть чистой. Мы не поклоняемся Мухаммаду. Мы не молимся ни одному созданию. Мы молимся только Творцу. Поэтому многобожие у нас запрещено. Хорошо, понимаешь? Атеизм запрещен. Истан пришел сохранить интеллект. Поэтому алкоголь и наркотики запрещены. Понятно. Истан пришел сохранить состояние. Хорошо. Поэтому проценты и азартные игры запрещены. Хорошо. Истан пришел сохранить брак. Хорошо. Поэтому блуд и прелюбодеяние запрещены. Потому что прелюбодеяние разрушает брак. Приводит к разрушению семей. Истан пришел сохранить жизнь. Поэтому убивать людей несправедливо запрещено. Понятно. В нашем обществе мы называем эти пять вещей уничтожающие общество. Теперь, когда ты не поклоняешься Богу правильно, и ты не слуга твоего Бога, который тебя создал, ты начинаешь следовать своим страстям. И последствия исследования нашим страстям. В прямом смысле, сегодня мы скажем, что эта вещь хорошо, а завтра мы скажем плохо. Потому что когда мы следуем нашим страстям, с которыми сатана может играться. Хорошо. Поэтому, когда нету создателя, настоящего создателя твоей жизни, ты заблудишься. Во-вторых, алкоголь плохо для нас, как индивидуально, так и коллективно. Хорошо. Азартные игры. Плохо для нас, как индивидуально, так и коллективно. Проценты делают богатого богаче, бедного беднее. Да. В этом вред для нас, как индивидуально, так и коллективно. Но все, что это я упомянул, из него некоторые люди получают пользу. Я про это поговорю. А также прелюбодеяние, оно плохо для нас, как индивидуально, так и для общества. Как так получается, что мы знаем, мы знаем, что эти пять вещей уничтожает наше общество, уничтожает индивидуально и коллективно. Как мы живем в таком мире, который не просто это дозволяет, но пропагандирует и приукрашает. Знаешь почему? Потому что те, которые у власти, получают выгоду, получают деньги из этого. Они знают. Они знают, что эти люди будут мучаться из-за алкоголя, мучаться из-за процентов. Но до тех пор, пока я получаю оттуда выгоду, мне неинтересно. И поэтому почти во все времена, те, которые враждуют с исламом, это те, которые у власти, те, которые рулят. Потому что они смотрят на ислам, как угроза для них. Несмотря на то, что ислам полезен для нас, как индивидуально, так и коллективно, вопрос мы должны задать самим себе. Как человек, который жил 1400 лет назад, который не умел читать и писать, пришел с этой идеальной системой жизни. Но на другой стороне, у нас есть некоторые политики, которые учились в самых лучших университетах мира, все равно не могут убрать эти проблемы. Да, это так. Это показывает, что она сильная, что эта религия очень сильна. Как, например, когда ты смотришь на ислам, у ислама два фундамента. Извини, я не спросил ваши имена. Очень приятно. А как тебя зовут? Меня зовут Щамси. Очень приятно. Представь то, что ты в доме, и ты просыпаешься ночью, в твоей комнате, и везде горит огонь. И вы оба пытаетесь себя спасти. И вы не можете этого сделать. Вы сдались и сказали, знаешь что? Я уже все. Я прошел и спас вашу жизнь. Обоих. Что вы мне скажете? Спасибо. Спасибо. Вы запомните меня на всю жизнь? Да, я спас вас, конечно. Запомните, да? Хорошо. Но как получается, что мы неблагодарны и не поминаем того, кто дал нам жизнь бесплатно? Да, это истина. Это правда. Мы забываем это, да? Мы забываем. Поэтому в Куране Аллах говорит. Если вы попытаетесь посчитать милости Аллаха, которую Он вам дал, то вы это не сможете. Да, конечно, не сможем. Даже сколько пользы от рук не сможем посчитать. Бро, кислород, который мы постоянно вдыхаем. Если ты попадешь в госпиталь, то тебе придется за это заплатить. Да, конечно, это так. И мы получили это бесплатно. Вдыхаем воздух. Даже пополняя колеса. Да, да, это тоже очень хороший пример. Нужно заплатить. А мы получили это все бесплатно. От кого? От Создателя. Который хочет, чтобы мы Ему поклонялись и служили. Во-вторых, если купишь подарок, представь, ты покупаешь подарок своей матери. Ты купишь подарок, который ты любишь или твоя мать любит? Мама, твоя мама. А также, если ты хочешь поклоняться Создателю, быть Ему благодарным, мы должны поклоняться Ему, как Он любит. Не так, как мы любим. Потому что то, как Он любит, это абсолютная правда. А то, как мы любим, это субъективно. Понимаешь? И это есть исламский фундамент. Что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха. И что Мухаммад посланник Аллаха. Салам алейкум. А потом тихо-тихо научитесь. Есть очень многое. И то, что отличает ислам от других религий, от любой системы жизни. Ислам. Ислам не строится на личном опыте. Ислам строится на универсальных доводах. Да, да. Когда Аллах говорит в Коране, почему эта книга от Бога, Он дал нам рациональные доводы, неопровержимые доводы. И я задал этот вопрос многим людям. И много людей на него не ответили. Может быть, вы на это ответите. Посмотрим. Знаете Коран? Исламская книга. Святая книга. Знаете ли вы книгу, которая по размеру с Кораном? Чтобы ее вызубрили сотни миллионов людей. Каждую букву. Там всего 70 тысяч слов. Ты знаешь такую книгу? Нет, не знаю. Нет такой книги. А может быть, выучили Библию. Значит, Евангелие от Иоанна никто его не выучил. А Коран выучили. Поэтому Коран, и смотрите, Аллах упомянул в Коране 1400 лет назад. Мы сделали Коран легким для запоминания. Хорошо. Если пойдешь в Африку или в Британию, Европа, Америка, Азия, и ты увидишь мусульман в возрасте 9-10, они знают Коран наизусть от буквы до буквы. Да, да, да. Ты это знаешь? Да, да, да. И знаешь, почему это очень важно и очень интересно? Что некоторые из них даже арабский не знают. Да, это так. И они вызубрили Коран от начала до конца. Некоторые из них, даже если говорят на арабском, у них есть ошибки в произношении или в словах. Несмотря на это, когда они читают Коран, они читают идеально. Это как я. Если мне принесешь английский словарь, я его читаю идеально. Красивое произношение, идеальное чтение. И потом принесешь поэму Шекспира. Я читаю его идеально. Читаю хорошо. И когда у меня с человеком простой разговор, я говорю, я не прийти, я не уходить. Я здесь нет. Ты подумаешь, шамши шутит. Ты только что прочитал английский словарь идеально, с английским акцентом. А сейчас говоришь как иностранец, понимаешь? А что касается Коран, сам Коран, когда ты говоришь с неарабом, ты понимаешь, что он не араб. Но когда он читает Коран, он читает его идеально. Почему? Потому что Аллах это упомянул. И Аллах сказал, что он защитит Коран. Есть и иудеи, и христиане, и мусульмане. Все они решат, чтобы сжечь их книги. Единственная книга, которую мы сможем вернуть в написанном виде, прямо из головы, это Хур'ан. И знаешь, кто это смогут сделать? Не ученые ислама. Ученые ислама смогут, без сомнений. Но даже мусульманские дети, которым 9-10 лет. И это является одной из чудес Корана. И ты знаешь, есть еще одно пророчество в Коране. И очень много преград строится против ислама. В одной только Австралии. Давай скажем Австралия. 50 статей каждый день говорит про ислам в негативном свете. Правда? Да-да, только в Австралии. Серьезно, 50 статей, подумай только. Я не говорю Британия, еще Франция или Бельгия. И несмотря на это, несмотря на то, что есть преграды, чтобы люди принимали ислам, самая быстро растущая религия в западном мире, это ислам. Да, это ислам. Ты знаешь, это упоминалось в Коране 1400 лет назад. Иммиграция. Аллах сказал, не-не-не, не это. Было сделано исследование, которое сделало BBC. Согласно BBC, большинство принявших ислам в Британии, это женщины. Поэтому иммиграция это все ложь. Это ложь. Иммиграция это ложь. В любом случае. Я знаю, правда горькая. Я знаю, тебе больно. Тебе больно. В любом случае, я хочу сказать. То, что я хочу сказать, вы можете увидеть. Я призываю людей. Мы обучаем людей исламу. Каждую пятницу около метростанции. У нас прямые трансляции. Каждую пятницу наименьшем мере. Это здесь? Не-не, около вот той станции. Около станции. Минимум один человек или два человека становятся мусульманами. Каждую пятницу. И мы так делаем последние 15 лет. Так долго? Да, хвала Аллаху, иногда. И то, что я хочу вам сказать. А также покажу другое пророчество. Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал, придет время, когда проценты очень сильно распространятся. Да, даже если ты напрямую с ним не связан. То есть напрямую нет у тебя с ним дел. Все равно повлияет на тебя. Автоматически сегодня, если мы откроем счет в банке, если вы откроете счет, то вы коснетесь, коснетесь процентов. Как человек, который жил 1400 лет тому назад, мог дать пророчество о том, то, что мы увидим только сейчас? Потому что он от Бога. Да, да, да. То, что я сказал, есть в этом смысл? Да, конечно. Это ясно? Да, 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 да. А также я хочу вам сказать и сделать напоминание вам, а также всем остальным. Все мы, которые тут стоим. Все мы умрем. Да. И будем мы наедине. Это нам обычно, да? Да, да. А где нам можно найти английский Коран? Мы вам дадим через некоторое время. А также я вам дам этот. Хорошо, иншаллах. Что я хочу вам сказать? То, что смерть может прийти к нам в любой момент. Да, так и есть. Даже прямо сейчас, да, в литературном смысле прямо сейчас. Даже по дороге домой. Да, да, так и есть. И самое большое преступление к Богу, когда мы от него отворачиваемся. Поэтому я вам скажу, если в том, что я сказал вам, есть в этом смысл, все мы умрем, он умрет, и мы все. Если для вас в этом был смысл, и вы думаете то, что это истина, и то, что у всего этого есть смысл, что вас останавливает принять ислам? Ничего, ничего. Почему вам не принять ислам? У меня нет причин не принимать. Ты хочешь принять ислам? Я хочу прочитать книгу тоже. Да, прочитай книгу. Нет в этом проблем. Давай я тебе его отдам, чтобы быть уверенным, он твой. Но я хочу тебе сказать, тебе не нужно прочитать полностью книгу, чтобы ты стал мусульманином. Хорошо, если у этого всего есть смысл, Я хочу, чтобы ты понял. То, что я тебе объяснил, и то, что брат тебя научил, это фундамент ислама. Хорошо. Я говорю тебе, если ты веришь в то, что я сказал, правда, и ты говоришь, знаешь, что, как ты сказал, у тебя нет причин не принимать. Поэтому, если ты уйдешь из этого парка и умрешь, у тебя не будет оправдания перед Творцом. Да, да, да. Когда я дал тебе пример, я спас твою жизнь. Ты не сказал, что почитаешь книгу, ты сказал, что сразу скажешь мне спасибо. Да, да. И поэтому, если для тебя ислама это истина, и он ясен для тебя, и он не будет с тобой в могиле. Я не буду с тобой, и он. Ты будешь один наедине. Если в том, что я сказал, есть смысл для тебя, то я приглашаю тебя стать мусульманином. Сказать два свидетельства. Как ты сказал, в этом есть смысл. И ты веришь, что это истина. То, что ты свидетельствуешь, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха. И то, что ты свидетельствуешь, что Мухаммад посланник Божий. Пророк Мухаммад, мир мой благословение Аллаха, нам сказал, когда кто-то хочет принять ислам, сатана будет ему ставить преграды. Несмотря на это, ты сказал, что у тебя нет преград. Не, не, нет у меня. Тогда прийми ислам. Нет, только не хочу это делать на людях. Хорошо, давай пойдем туда. Забудь про людей, давай я дам тебе Коран. Забудь про камеру, давай я дам тебе Коран. Иди, брат, давай, давай пойдем. Давай я дам тебе Коран. Хвала Аллах, пусть Аллах тебе благословит. Причина, по которой я хочу показать людям, что вы приняли ислам, это чтобы люди увидели, что хвала Богу. То, что англичане принимают ислам, и чернокожие принимают ислам. Ислам не только для арабов, или что-то такое. Хвала Аллах, вот. Да благословит вас Аллах. Давай я дам тебе тоже. Спасибо, спасибо большое Вы еще тут останетесь? Не-не, мы сейчас пойдем по своим дорогам Хорошо, мой брат, да благословит тебя Аллах Через несколько недель мы вернемся Да-да, дай Бог А для немусульман, которым интересно почитать И хотят узнать, что же написано в Коране Я оставлю ссылку под этим видео Которым интересно узнать, что же там написано Почему столько людей во всем мире принимает ислам Почему миллионы людей принимают ислам Несмотря на то, что про ислам говорят много чего нехорошего Говорят, что ислам это религия варваров Религия дикарей Тогда почему столько людей во всем мире Миллионы людей принимают ислам Особенно женщины Если человек искренне будет с открытым сердцем читать Коран Он поймет, что эта книга не может быть написана человеком Но человек должен читать Коран с открытым сердцем Это так же, если человек наливает себе в стакан воду Если этот стакан перевернуть сколько хочет Не наливает туда воды, вода туда не зайдет Поэтому с открытым сердцем почитайте Если у вас будут какие-то вопросы, можете, пожалуйста, задавать их в комментариях Мы постараемся на них ответить Как вы видите, эти два парня приняли ислам Их никто не заставлял Они сами пришли в этот парк И просто брат и мусульман им что-то объяснил, разъяснил Они поняли, что в этом есть смысл И они решили принять ислам И ислам не значит, что если ты принимаешь ислам Ты должен отказаться от своих культурных ценностей Нет Это не значит, что ты должен одеваться как араб Одевать чалму и ходить И ездить на верблюде и так далее Нет, конечно Когда человек принимает ислам Он возвращается к Богу Он возвращается к тому Богу Который отправил всех посланников Будь это Иисус, Моисей, Авраам, Ной и так далее Мухаммад и все они И каждый мусульманин признает всех пророков Вы не увидите ни одного мусульманина Который ругает Иисуса Который ругает Моисея Который ругает какого-то из пророков Потому что мы во всех их верим Мы их всех любим Любой человек, который скажет, что я не верю в Иисуса Он не мусульманин Любой человек, который скажет, что я не люблю Иисуса Он не мусульманин А также Моисея, Авраама и других посланников Почитайте Коран, поинтересуйтесь Если будут какие-то вопросы, задавайте Лично мои друзья Очень много моих друзей приняли ислам Кто-то из них был аттеист Кто-то из них был христианин Даже были у меня друзья-буддисты, которые потом приняли ислам, и мы до сих пор с ними общаемся. И все они с разных, то есть с разных сторон мира. Кто-то с России, кто-то с Америки, кто-то с Сингапура, кто-то с Китая. И все они не арабы. И знали ли вы, что только 20% всей популяции, то есть всего популяции мусульман, только арабы? Только 20%. Остальные все не арабы. Отсюда мы понимаем, что ислам это не религия арабов. Наш пророк Мухаммад, мир мой благосостояние Аллах, говорил, что араб не лучше не араба, а не араб не лучше араба. Если бы ислам было бы религией арабов, то пророк Мухаммад не сказал бы, что мой дядя в аду, а вольно отпущенник Беляль, чернокожий человек, вольно отпущенник Беляль, он будет в раю. Тогда чернокожие люди, они были рабами, они были унижены, а ислам возвысил их. И пророк Мухаммад про своего дядю говорит, что мой дядя в аду будет гореть, а вот этот чернокожий человек, который был рабом, который принял ислам, он будет в раю. Поэтому в ислам нет у нас национализма, нет разницы какой ты нации. А также я оставлю ссылку на жизнеописание пророка Мухаммада, мир ему и богословения Аллаха. Как он жил, как он жил до пророчества и как он жил после пророчества и до конца его смерти. Кому интересно, можно тоже почитать. Поэтому, если человек интересуется чем-то, например, если человек, скажем, интересуется другой религией, помимо ислама, он кого должен спрашивать? Тех людей, которые разбираются в этой религии. И он должен читать какую книгу? Источник той религии, то есть их книгу. Также то же самое касается ислама. Если человек хочет, ему интересно что-то узнать про ислам, он не должен всяких людей спрашивать, которые и так с самого начала ненавидят ислам, которые будут обманывать про ислам, он должен спросить начитанных мусульман, которые знают правду, знают свою религию. И он должен прочитать что? Источники ислама. А это Коран, хадисы, а также жизнеописание Мухаммада, пророка Мухаммада, как он жил, мир ему и благословение Аллаха и так далее.